Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Теперь в Англии пиджаков не носят Вышли из моды Дядька у нас самый важный Ему с завода большое письмо пришло Врешь? Я двадцать шесть лет не врал. Что же это может быть? Графеев. Спит? Спит. Может, доктора? Доктора-жулики. Может, у него мать или кто? Да что ты ко мне прилипла? Говорю тебе, нельзя. Дело секретное. Не мешайте, что я. В кои-то веки раз Ерофеев от дирекции письмо с Сургучом получил. Мириться хотя, улечивает. Мириться. Это хорошо. Мы ему тогда курочку, бульон... Выкипел твой бульон. Как это так выкипел? На нашей-то плите. И плите конец. Не будет у нас плиты. Двадцать шесть лет жили мы с тобой здесь. Тараканов двадцать шесть лет, собственно, лично изводил. Тараканы останутся. А нас на улицу. За забастовку на улицу. Боже ты мой, Боже ты мой, Боже. Да что тебе твой Бог поможет? Любит он забастовщиков. Какая бодия? Вот, как раз балы мне задавать. Пусть заходит. Здравствуйте. Ну, вот тебе и барышня, а я без пиджака. Пожалуйста. Ничего, что без пиджака. Я к вам из правды. Просил наш депутат Тураев передать вам билет на думское заседание. О вас говорить будет. И еще поручили мне передать вам деньги. Из разных городов, из Харькова, Сормова, Мариуполя, шлю для вас. Вот, вот ваша часть. Слыхала? А ты говоришь, не помогут. Ерофееву не помогут. Из Мариуполя Ерофееву день не шлют. Из Сормова шлют. Вот, напиши им правду, всем им. Вот. Спасибо от Ерофеева. Хорошо, напишу. Еще я хотела вас спросить. Да. Слыхала я, что вы последний видели труп нашего товарища Федора. Может быть, вы знаете, куда его свезли? Труп. Какой такой труп? Я не похоронное бюро. Значит, и вы не знаете. Да скажи ты ей, Василий Кузьмич. Что я сейчас говорю тебе? Дело секретное, пойми. Ну, извините. Мне сказали, вы сами рассказывали. Ты нечистая сила. Ну, обличаю. Невинного человека обличаю. Никому ничего не говорил. Велено было молчать. Керк. Не велено. Отойди. Нет. Вы скажите. Вы скажите. Вы, наверное, знаете. Ну, не велено, Господи. Да поймите, мне можно. Ей можно. Можешь ей все сказать. Как мой труп тебе унес, как меня от смерти спас. Фу, уморила. А все ты. Бабий язык. Секунды не умеешь помолчать. Вот что, товарищ Федор. Вера. О. Ну. Видала? И что за человек, право. Бильярдист, пьяница и бабник. Нечистая ты сила. Прости. Не мог дать о себе знать. Очень ты мне нужен. Я к тебе только из-за дела. Тебе дело поручено, а ты умирай. Теперь не умру. А делом сегодня же займусь. Пускай я тебя одного. Тебе опять насмерть. А ты не пускай. Куда я, туда и ты? Ну, Василий Кузьмич, сдавай нам угол. Так вместе и заживем. Отвернись. Ты что на них уставилась? Развратная ты женщина, Мария Никитична. Слыхал? Что? Во всех домах обыскали. Полиция. Давай, скерей пенчак. Одевайся. Скорее. По щеткам. Вот так. Ну, держитесь, товарищи. Счастливого пути. КОНЕЦ Чит. Тереведь. Смотрите. Во все глаза смотрите. Количество забастовок подозрительно растет. А между тем, с чего бы рабочему классу поставать? Он сыпь, обут, одет. Хозяин несет о нем полное попеченье. Рабочий живет в счастливее нас с вами, господа. Я, бинуясь, скажу. Я хотел бы быть рабочим. Истинная причина забастовок в том, что революционные воротила. Студентишки, жиды, таримяшки подстрекают доверчивого русского мастерового забастовка. И некоторые из этих подстрекателей сидят между нами, господа члены Государственной Думы. Я назову их. Это так называемые рабочие депутаты. Обманутые избиратели. Глупое рабочее стадо почтили их доверие. Аной! Исклюти! А тебе не нравится? Успокойтесь, жандарма! Вызовите ему ветеринара! Их выбрали заседать. Они шляются по заводам, разводят смуту, выпускают прокламации, издают кассеты, которые с раннего утра занимаются подстрекательством. Простодушные рабочие потеряли голову, послушались извинников царю и родине и пошли по пути виселиц. Зараза забастовок распространяется! Лучшие средства против забастовок, господа, это уменьшить заработную плату. Голоду не забастуешь! Прятежами заниматься в пору лишь сытым. Так как это преступление колеблет основы государственного порядка, то этих господ надо судить как государственных преступников и повесить. Мы обязаны сказать правительству мало, мало, будь больше! Слово предоставляется депутату Тураеву. Продолжение следует... Господа члены Государственной Думы, вы слышали здесь утверждение депутата правых о том, что рабочие живут сытно и пестопотно. И я себя вволенной рукой в манишку, этот господин выразил желание стать рабочим. Сомневаюсь, что рабочие примут его в свою среду. Тебя не спросят! Рабочие прекрасно видят разницу между своими рабочими депутатами и вами. Вас здесь большинство, и вы идете с Тумской трибуны в министры! У нас здесь ничтожная кучка, и мы идем с Тумской трибуны на каторгу! Давно пора! Позвольте коротко обрисовать положение питерского рабочего. Двенадцати часовой рабочий день! Мама! Страфы на каждом шагу! За выход до свиска! За выход после свиска! Ну и правильно! За неопредку в контрольных часах при сообщении нового адреса! Рабочие в таких каторжных условиях работать не могут! Продолжение следует...